Здравствуйте, Диана Патроса. Это я, Мудовин Тимофей. Будущий железом. Я снова вернулся. Здравствуйте. Молодец. Так, друзья, теперь я здоровый. Здравствуйте. То, что вы видите, это моя группа поддержки. В процессе я даже покажу вам несколько фотографий, чтобы все это повторялось миллион раз. То, что делаем мы с Тимофейом. Так, Тимофей, уводи подружку. А дальше начинается нудная искусственная лекция. Я столько и буду. Лежать на бугор надо было. Но, тем не менее, человек еще не был готов. А что дальше? Вот видите, точки пошли. А вы уже сами знаете, что там дальше после этого было. Следующее письмо. Здравствуйте. Моя дача в Северном Подмосковье. На 124 в Северном Москве. Есть идея посадить абрикос. В принципе, я трезвую оценю возможности климата. Да, я же там был прекрасный климат. Так, для этого он очень уж соблазняет уверение в том, что вывели зимостойкие и моростойкие сорта абрикоса, подходящие для моих условий. Так, сразу скажу, это все-таки нудная лекция. Моростойкие абрикосы выведены, это 100%. Вы же слушаете лекцию из Сибири. Вам такие морозы не снились. И главное, что они только крутые, но они еще и продолжительные. Так вот, а зимостойкие, это широкое понятие. Знаете, что такое на юге? Посреди зимы раз плюс 10, плюс 15. Я вот сейчас вспоминаю случай, когда в Белоруссии в январе-феврале грибы собирали. Вот вернулось тепло и все. И вот получается, проснулись, потом мороз, потом раз и нету. Вот. Поэтому слово зимостойкие, оно действительно горькое слово. И для Москвы ничего пока зимостойкого из того, что есть, я особо не заметил. Вот. И даже то, что, помните, мы смотрели это. Наверное, зимостойкие. Наверное, несколько лет прожил. Вспоминайте фотографии прошлого вебинара. Вот. Там мертвый стоял дерево в монастыре. Ну, а что же ему не быть-то мертвым? Какая, к черту, зимостойка, сейчас его изувечили? Сразу, еще буду, за все вебинары, я сегодня несколько лет продержусь еще. Вы от меня сотни раз услышите. Каждая рана, тем более на кольцо, тем более на кольцо, снижает мордостойкость на десятые доли градусов. На градусы и на десятки раз. И приходит весна, и они мертвые, как то фото, что показывали. Изувечили все дерево, а сорта мог быть и зимостойким. Ладно, пошли дальше. Так ли это? Если да, то посоветуйте конкретные сорта. Сейчас дойдем. То, что нужно защищать коробом ствол этого привания, я поняла. По-моему, Огурцов, мой друг с этого, такую фотографию я видел. По-моему, Огурцов, по-моему, это было, извини, если автор, в общем, это было в Кемерской области. Такую фотографию мне прислали. Смущает еще майские заморозки и раннее цветение абрикоса. Конечно, смущает. Вот это и есть та самая зимостойкость, что тепло, а он еще не цветет. Пока он зацвел, прошли заморозки. В общем, пойдем дальше. Вот, хочется узнать, есть ли жизнь абрикоса? Вот, есть ли жизнь на Марсе. В моих условиях, потому что потерять дерево, скажем, через 5-6 лет не хотелось бы. Ну, в общем, да, серьезная заявка. Для ретира, ни вечно, ни вечно у меня не плодоносят, скорее выживают, чем растут. Отвечаю на вопрос. Дело в том, что если отвечать нормально, 42 вебинара позади, надо или повторить с нуля. Я поэтому как отвечал? А вот это же пойдет официально, коротко, понятно. Не вникая уже в детали. О моростойкости абрикоса. Сейчас центр абрикосоводства перевесился в Сибирь, где мы, садоводы и любители, выращиваем до 100-граммовые плоды. Сейчас я гадаю, Тимур. У вас более влажный климат, я рекомендую посадки на пологие холмы. То, что у нее не получается, возможно, она, эта дама, я же не видел ни одно дерево, подробностей нет. Ну, не плодоносят, выживают. Я когда-то 35 лет назад посадил первые эти сливы в ямки. Всю жизнь они гнили, гнили, гнили. Я их только в этом году-то и выпилил. Но прожили долго, потому что у меня что? У меня, вот пункт 4. У меня плодоносят абрикосы со всего мира на условиях малоснежности и морозов. То есть, что мы имеем? Слякоти меньше. А у вас слякоти больше, садим на холмы. Все получается коротко. В гринстве почвы в Мараховской я двое суток прожил на даче. И убедился, что там действительно абрикосам делать нечего. Но еще не все, читаем дальше. Как бы я начал в Подмосковье. Посадил бы 50-100 костик из моего железного сада. И просто ждал, не вмешивая в жизнь саженцев. Только полив первый год. И обкашивание, кстати, надо его добавить по необходимости. Можно бы и не поливать. Вот как в этом году я ни разу не поливал, потому что у нас дожди буквально задавили. Тут наоборот, сейчас ждешь, будут гнить или нет. Итак, только полив первый год и обкашивание травы регулярно. Скошенная трава остается на месте. Запомните, друзья, скошенная трава, это еще один будет мой постулат уже 200-й. Это плодородие почвы увеличивается, несмотря на те урожаи, которые я вам показывал, еще покажу. Она еще увеличивается. А рядом за забором, где для коров, прям в саду косят траву, там уже травы-то нет уже. Расти не хочет. Далее. И вот вам и ранние, и поздние абрикосы, и все никогда не падут под заморозки. Дело в том, что у меня все перемешалось, все так перемешалось, что теперь уже невозможно определить. Остается только метод тыка. Вырастил и так далее, как увидел. Ранний ты или поздний. Вот и они 50-100 костыщек. Это как минимум. Теперь главное. Именно отмена всех дебильных агроприемов, ненужных, смертельных и каторжных. Помните первое письмо? Уже по меня процитировали. И есть гарантия развития абрикосов. Вы понимаете, ничего не делайте, у меня, правда, на меня обижаются специалисты, вроде бы в главном правы где-то там. Ну как это, как это в саду ничего не делать? Я говорю три варианта. Делать с умом, делать по науке, а мы с вами сейчас к этому подойдем, и вы увидите страшную картину. Мне придется себя сдерживать, чтобы не материться. Страшнющую картину, да? Почему нет садов? А все-таки средний вариант, то есть самый крутой вариант, просто вот у вас пошли абрикосы в рост, пошли. Но где-то в засуху полили, полили. Со второго-третьего года у них же стержневой корень, а вы вырастили на месте, он уже не нужен. Вот и все. Вот я, это коротко, почему? Потому что... Потому что не так-то просто все ответить. Вот, уже лучше я вам отменяю все агроприемы, и тогда у вас уже шансы появляются не 5-6 лет, а уже хотя бы 20 лет. А там, еще какой климат, климат-то раскачивается. Ладно, идем дальше. И я туда, в этот, Троценко отправил от моей имени, какой-то крутейший сайт, вот эту фотографию. Ну, чтобы убедить, что я действительно, вы знаете, учителя, которые не имеют ни одного дерева, они вырастили. Они размножились, как тараканы. Они вылезли со всех щелей. Я вам покажу пример. Они вылезли со всех щелей. А вот такого, ну, практически нету. Ну, пойдем дальше.